Шаги по пути истины Мелодия Человек – это говорящий уровень. Говорящий – значит, что все его желания, все светочения его мыслей заключено между его дыханием и мозгом. Мозг подает команды, а все пять отделов легких – нёба, горло – выполняют их, и рождается голос. Эти команды, извлекающие голос, могут выражаться в буквах, а могут в звуках. Буквы, которые мы произносим голосом, похожи на письменные буквы, когда на белом фоне мы создаём недостатки света чёрными чернилами. То же самое здесь. Звуки мелодии мы сможем извлечь, если создадим недостатки, перерывами в плавном течении нашего дыхания. В этой дудочке есть пустоты, отверстия. Закрывая или открывая их, я словно создаю форму букв. Тем самым я могу передать свои чувства тому, с кем желаю поделиться впечатлением, с кем я хочу поделиться впечатлением от своих переживаний. Поэтому писать на белом фоне буквы чёрными чернилами, образуя недостатки света, или создавать пустоты, прерывая течение воздуха в пространстве, это одно и то же. И потому, играя на музыкальном инструменте, я в сущности создаю те же формы букв, только в воздухе, вместо того, чтобы писать эти буквы на бумаге. Ведь любая мелодия, словно произнесённые слова, выражает чувства, о которых хотят рассказать. Балюсулам, Шамати. Мелодия гораздо более абстрактная. Она намного ближе сердцу человека. Ей не нужен перевод. Миллионы людей могут слушать её и воодушевляться. Мелодия может быть печальной и радостной, полная разнообразных внутренних свойств, передающих множество чувств. Она способна обучать человека. Мы видим, как человек слушает музыку и вдруг начинает переживать, плакать или веселиться, и даже притоптывать в такт ногами. Звуки воздействуют на нас гораздо лучше и сильнее, чем произнесённые слова. Поэтому каббалисты издавна использовали музыкальные инструменты. Всем известны скрипка Давида, старинные мелодии, песни о Арии, которые он сочинял. У нас есть лишь слова его песен, на не сами мелодии, которые были исполнены. И ещё многие каббалисты написали массу песен и мелодий. Будем надеяться, что вскоре мы раскроем эти мелодии, когда достигнем их уровня и отождествим себя с ними. Ведь достигая уровня каббалиста, той же ступени, на которой он находился, когда писал эту мелодию, ты включаешься в то же самое состояние и слышишь её. Поэтому мы будем просто подниматься по духовным ступеням и на каждой ступени услышим мелодии каббалистов. Насладимся ими и с их помощью возвысимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова